12 апреля в астрономической обсерватории имени Энгельгарта Казанского федерального университета прошли мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Программа мероприятия была насыщена интересными выставками, обзорными экскурсиями и научно-популярными лекциями. Также, помимо образовательной и развивающей составляющих на территории планетария обсерватории, можно было посмотреть тематические фильмы и понаблюдать в телескоп. Данное мероприятие мы проводим каждый год. Даже иногда по три дня подряд проводили. И это мероприятие посвящено, конечно, важнейшему событию не только России, не только Советского Союза бывшего, а всей, в общем-то, цивилизации, которая живет на Земле. Это полет первого космонавта в космос. Каждый год усилиями сотрудников астрономической обсерватории проводятся специальные мероприятия, посвященные Дню космонавтики. И этот день в этом году не исключение. Более того, после вот этих двух лет ковида, ограничений, связанных со всеми эти ковидными ограничениями, у нас, наконец, полные экскурсии, полный поток и организованные, и неорганизованные. Особое значение Казанский федеральный университет в День космонавтики отдал подрастающему поколению их творчеству. В административном здании обсерватории была продемонстрирована выставка «Удивительный мир космоса». На ней были представлены работы участников конкурса детско-юношеского творчества, который был организован дирекцией музеев совместно с Институтом физики Казанского федерального университета. Ребята со всей России показали свои умения в четырех номинациях – художественный рисунок, плакат, модель или макет и литературное стихотворение. Также исполняющий обязанности ректора Дмитрия Таюрский рассказал ребятам о космосе и вручил дипломы победителям и призерам. Самое первое место, что сделала лучшую модель макет – это Краснобаева Лиза. В декабре прошлого года был создан музей астрономической обсерватории имени Энгельгарта. И сегодня, к 12 апреля, этим музеем был организован конкурс детских рисунков «Удивительный мир космоса». Празднование Дня космонавтики в Казанском федеральном университете ежегодное и всегда масштабное. О подвиге советского первооткрывателя с гордостью рассказывают всем желающим. Стоит отметить, что астрономическая обсерватория Казанского федерального университета включена в предварительный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.